девочки всем привет еще раз повторное подключение сбой произошел и так всех приветствую в прямом эфире доброе утро эфир для вас проведу я меня зовут юлия фролова я являюсь инструктором по дизайну и моделирование ногтей также nail blogger и сегодня я в рамках прямого эфира в этом аккаунте покажу вам как сделать запечатывание натурального ноготочка вот на примере своего мы тоже трещинку от отремонтируем с помощью натурал композит геля и камуфлирующего материала будем свободный край запечатывать натурал композитом и слегка делать удлинение покажу вам как это делается и так кстати еще вот хотел что сказать для дизайна что я буду сегодня использовать мы сделаем не просто моделирование нас будет моделирование с дизайном это будут два оттенка 460 461 из но из новой коллекции tight of life очень красивые оттенки с шиммером нежные и дизайн с новыми nail cross 5d номер 42 душевный вечер еще использую надпись так так здесь нет надписи здесь только объемные нас декорации надпись использую вот с этого слайдера это 123 123 нескучный праздник я взяла такую новый год итак начнем для начала что нам нужно сделать там нужно нанести базу да а для того чтобы нанести базу ноготочку нужно подготовить праймер я здесь уже нанесла единственное не стала что делать не стала делать вот так то есть если у вас появилась трещинка на ноготочке дали клиента и эта трещинка закручивается вниз вот нужно ее отрезать вот таким образом и вот эту часть ноготочка тоже можно отрезать это конечно лучше сделать до нанесения праймера но я чтобы сэкономить время сделала так по сути не ошибка но все же и так далее что мы делаем и наносим базу ps гель всем привет приветствую вас в прямом эфире наносим ps гель небольшой слой слой не должен быть выравнивающим должен быть очень тонким кисточкой немножечко не размочила так наносим на всю поверхность ногтя промазываем трещинку не забываем повернуть ноготочек чтобы промазать все то есть нас по бокам не должно никаких быть проплешинок то есть вот таким образом наносим базу видите она прям не тонким тонким слоем лежит сушу в лампе 30 секунд я делаю отдельной кистью мне очень нравится работать кистью это номер шесть лепесток очень удобная кисть то есть ее сейчас покажу как ей пользоваться и расплющили вот так вот ворс получился получился вас такая как бы полу овальная кисть а потом порс немножечко собрали в кучку получился очень удобно кисть для запечатывания так ну и далее мы будем делать запечатывание с натурал композит гель это универсальный материал для того чтобы укреплять свободный край что мы можем с ним сделать мы можем не новеньким как раз мы можем с вами им нарастить ноготь мы можем укрепить свободный край запечатать его мы можем его использовать как под укрепление натурального ногтя гелем так и под укрепление ног ногтя базой то есть он такой у нас достаточно универсальный он имеет такой кремовый оттенок который схож с цветом ногтевой пластины то есть он полностью повторяет оттенок ногтевой пластины очень универсальный материал я уже очень давно на нем работаю наш с тех пор как он вышел и вот именно удобно то что он у нас камуфлирующие именно сейчас вот секундочку мне нужно кисть немножечко сделать эластичная она у меня полежала какое-то время и слегка за полимеризовалась хотя лежала футляре но такое бывает не страшно сейчас капнула топ слайдер и размягчила ворс кисти такое происходит кисти полежали пару дней все без дела так размягчили ворс вот таким образом так можно чистить кисти то есть это можно сделать капнув вот я сейчас слайдер топ капнул метод под рукой был можно топ т класс в любую базу топ жиденькая что-то такое все размягчили и теперь для того чтобы работать с натурал композитом взяла вот так ворс кучку собрала влажной салфеткой кисть перед этим вытерла и у меня получилась вот такая вот кисточка который очень удобно будет сейчас набирать композит так как мы его набираем на кисть мне удобно вот такой как бы шарик скатывать здесь вот кисточкой в баночке и потом его вытягивать когда мы вытягиваем у нас должен получиться вот такой вот хвостик но так как у нас здесь трещинка можно сейчас вот на этом этапе особо с хвостиком не заморачиваться мне нужно сейчас вот эту трещинку закрыть потому что если я сейчас буду по всему периметру сразу ставить композит он у меня здесь поплывет потому что все таки хоть он и очень густой но он может поплыть то есть я вот так валик отгибаю и трещинку закрываю видите все трещинки нет сушу в лампе можно подсушивать прям небольшое количество времени буквально секунд десять так добрый день девочки добрый день рада что вас много всем добрый день так пока подсушивается еще раз набираю на кисть сильно долго вот так вот накручивать нельзя почему потому что когда мы очень долго крутим гель на кисть он разогревается становится жидким а когда он жидкий работать им уже неудобно поэтому не нужно его разогревать нужно работать густыми так вот такой хвостик сделали хвостик можно конечно и побольше хвостик сделать и так откуда мы идем мы идем от в ростов то есть во в рост мы встаем хвостиком и по периметру свободного края раскладываем натурал композит теперь вот как вы видите я лишние с кисти убираю убираю и вытягиваю в свободный край свожу на нет ой по в рост свожу на нет и так вот в таком виде я оставляю ноготочек и сушу то есть первый слой я поставила и сушу если вы не хотите длину например увеличивать вы можете оставить так так здравствуйте сама училась время мне очень понравилось понравился это как композит гель да он классный вообще материал очень крутой и универсальный ногти носите с ним просто замечательно и свободный край держит тоже он очень хорошо особенно с короткими ногтями удобно работать да если с очень длинными мы можем с вами воспользоваться при гелем с композитом очень удобно работать с короткими ногтями и так вот такой хвостик я выйдем увидите здесь уже побольше материала и когда мы ставим уже второй слой на удлинение сейчас работаем то нам уже будет работать гораздо легче и так смотрите еще вот такой момент видите композит должен стоять ровно по свободному краю не должен уходить вниз наверх и так далее при просмотре на ноготочек старт сам и должны видеть такую как бы ровную линию да то есть у нас не должен ноготь уходить куда-либо до с одной или с другой стороны то есть не должны провисать боковые части ногтя далее здесь во в росте у меня уже достаточное количество материала так как я ремонтировала трещину откуда я двигаюсь дальше то есть форма мне должна быть миндалевидная и так как у меня ноготь начинает заужаться где-то вот здесь да вот из этих точек вот из этих то есть вот отсюда я и ставлю следующий слой композита то есть не из самих в ростов они же ставим второй слой вот таким образом я всегда когда работаю на клиентах стараюсь смоделировать ноготочек сразу на готовность естественно вот здесь и наверное еще чуть-чуть вот материала бы добавил чтобы у меня чуть поплотнее ноготочек был видите немножечко материал опустился но мы смотрим сбоку видим до что мы выстроили ровную линию если материал опустился его можно так взять кисточкой снизу и подобрать хотя это не критично на этом этапе потому что мы все равно будем ноготочек наш удлинять да и изнутри лишний материал мы выпили оставляя так сушу сушу и добавим еще наверное последний третий проход для того чтобы удлинить свободный край материала уже набираем небольшое количество здесь хвостик уже вы вытягивать не обязательно зачем нам этот хвостик нужен для того чтобы было удобно вставлять материал во в рост и до чтобы не было большого количества чтобы вас не образовывались потом там затеки и так далее то есть вы поэтому делаете вот такой хвостик когда мы удлиняем то тут уже в принципе нам не нужен тут мы просто вот так вот прислоняемся аккуратненько тут же еще чуть ниже ставлю материал предыдущего прохода то есть предыдущий проход я поставила ниже 1 до 2 проход композитом а 3 ставлю еще ниже чтобы сразу у меня была видна форма форма должна читаться хотя знаете я бы наверное еще один добавила вот так вот так суша я бы еще кончик все равно для него бы мне хочется вообще люблю длинные ногти поэтому от короткие все прям не воспринимаем уже визуально и так добавляю еще еще ниже то есть уже этот слой я ставлю вот таким образом вот теперь нормально то есть если у вас например нужно вам выполнить легкое наращивание на форму ставить вам либо не охота либо ему не умеете вы особо это делать до либо на верхних формах не работаете то сейчас огромное количество есть способов удлинить ноготь до нарастить его то есть можно воспользоваться вот таким старым добрым способом который появился еще до того как у нас распространились верхние формы и очень актуально для мастеров которые особо не наращивают потому что такие тоже есть хотя наращивать нужно обязательно уметь да вы повышаете свой чек таким образом и когда к вам приходит клиент с длиной с какой-то даже там пусть небольшой и вы не наращивайте представляете как каково клиенту когда вам нужно будет убрать остальные ногти скажем тогда под тот который сломался и так что мы делаем дальше у нас образовалась здесь вот такая вот ямочка да когда мы будем ставить гель она нам будет слегка мешать почему потому что вот в этой ямочке будет большое количество материала и для того чтобы еще крепче был ноготок и удобнее было работать нам с камуфлирующим гелем мы берем вот эту ямочку и закладываем небольшим количеством композита натурал так так как это будет выглядеть сбоку вот таким образом это будет выглядеть смотрите ноготочек должен у вас получится ровненьким то есть не должен композит очень сильно уходить наверх видите ровный ноготочек получается то есть мы форму уже видим до форму толщину свободного края вот таким образом он должен выглядеть у нас то есть видите заложили свободный край по сути нам вот этого количества материала хватит на два раза то есть если вы таким образом укрепили ноготь клиентка у вас отходило с таким видом укрепления до следующей коррекции нормально если она ничего не сломал если нет никаких отслоек со свободного края в те если вы будете правильно работать правильно применять технику их не будет мне никогда не было вот таких проблем с натурал композитом правда никогда никогда не было отслойка свободного края то в принципе вы можете убрать лишнюю длину если это необходимо и вот этот количеством тела у вас все равно останется на ногте и вы можете просто мини коррекцию же потом сделать то есть получается здесь на две коррекции хватит укрепления свободного края так далее далее что мы делаем мы укрепляем камуфляжа камуфляж можно взять любой который вот этот под рукой оказался soft rose гель возьму его можно взять камуфлирующий гель но так как у меня здесь будут вот такие оттенки стоять до один из них розоватый такой да слегка с и а даже тут видите как серым выглядит один серый один зеленоватый то есть можно вот для плотности цвета брать гели какие-то даже знаете возьму сейчас софт айрис вот этот возьму он сиреневый он как раз холодным подойдет подать оттенки то есть гель моделирующий можно взять под цвет покрытия которые вы будете использовать так будет цвет наноситься проще и в один слой потому что сейчас большинство лаков они наносятся в один слой не очень плотно пигментировать ну возьму вот этот попробую с ним сделать здесь такой насыщенный но на ногтях он менее насыщенный далее мы наносим наш моделирующий гель до делаем небольшой отступ от кутикулы боковых валиков буквально полмиллиметра для того чтобы нам потом под кутикулу сделать покрытие гель лаком промазываем полностью весь ноготь полностью промазываем тянтку овальный получился на его немножко за ужин еще ставим капельку и распределяем материал создаем апекс строим архитектуру я ставлю посередине шарик и вот сбоку на букву так его растягиваю не нажимаю на середину этого шарика то есть как бы растягиваю его края щаски с центру и на камеру неудобно показывать центровку но что мы делаем и поворачиваем ноготочек параллельно столу чтобы сам ноготь не палится ноготь находился параллельно столу и центруем материал следим за тем чтобы апекс нас находился по середине ногтя и если нужно помогаем кистью сейчас немножечко эту другую сторону лично лично вроде бы сейчас подсушу и вам покажу то материал убежит до гель композит натурал это просто чудо так как у нас будет полное покрытие мы можем с вами моделирование выполнять любыми цветами да даже например есть у вас какой-то не очень ходовой гель вы можете его под полное покрытие всегда использовать итак смотрите поставила гель тоже материал выкладываю на готовность так чтобы было меньше пилить по сути у меня вот в этой части ногтя да вообще пилить нечего мне только в свободный край поправите изнутри лишний материал убрать и и так сушу материал переставлю фрезу девочки есть какие-то на этом этапе у вас вопросы пока я сушу я могу ответить так не получится одной рукой переставить фрезу ну ладно и для дизайна я уже заготовила декорации две штуки вырезала хотела одну сначала ну думаю ладно скучно будет с одной и положил их вот так на влажную салфеточку чтоб они у меня во время за время пока я буду вам показывать моделирование уже размокли привет кто присоединяется девчонки так далее что мы делаем нужно будет обезжирить ногтевую пластину и опилить опел здесь будет минимальный так как я материал вы выложила максимально точно максимально точно выложим материал поэтому пилить здесь практически ничего обезжириваем делаем небольшой опил вот с этой стороны видите многовато да это сейчас уйдет открываем толщины свободному краю по всему периметру от в роста до торца так как в рост мы тоже с вами укрепляли особо в них не нажимаем пилкой чтобы не снести композит приблизительно наметили форму далее убираем натеки проходимся по поверхности свободного края пилкой очень аккуратно двигаю спинкой от себя чтобы у меня получилось вот такая вот ровненькая площадочка за счет этого свободный край будет визуально выглядеть максимально тонким но при этом он будет очень прочным мой размахнулась так всем привет кто присоединяется сейчас я проверю ровность ровность проверить как не нужно изнутри убрать потому что потому что мне что-то смущает да вот один бочок шире чем другой поэтому я ему купили на счет и обязательно проверяем торец до чтобы у нас две боковые части были симметричны другу другу так вот так вот получилось что мы дальше делаем того чтобы мне довести до идеала форму мне нужно выпилить изнутри свободный край вернее выровнять даже я бы сказала лишнее убираем если клюет до поднимаем то есть и поднять можно натурал композитом не только нарастите для нить и укрепить убираем чтобы у нас получилась такая красивая парочка выглаживаем вот такая красивая ручка у нас получается тоненький свободный край теперь я пилка еще раз пройдусь и после опила всегда вот здесь проверяем проходимся пилкой потому что на же здесь трещинка было до вот таким образом все теперь мне нравится потому что иногда когда у нас снизу очень много материала это начинает смущать кажется что форму поехал ногти до что он какой-то неровный так далее поэтому нужно обязательно изнутри лишнее убрать и потом уже допилить теперь бафин поверхность обезжириваем обезжириваем убираем обязательно всю пыль пыль нам не нужно вообще получается такой красивый небольшой ноготочек и так теперь мы переходим с вами к дизайну я хочу вам показать градиент двумя гель-лаками 461 оттенок он такой серо-зеленый какой-то с очень красивым шиммером света отражек со светоотражающими частицами очень красивый оттенок и 2 оттенок это вот такой пыльный такой серо-розовый что ли оттенок тоже со светоотражающим шиммером и сейчас с вами сделаем с ними градиент хочу сказать что градиент такими оттенками будет делаться прям ну очень очень легко и быстро честно я еще их не выкрашивала поэтому я не могу сказать как какая плотность этих оттенков вот сейчас прямо на себе попробую итак внизу у меня будет стоять оттенок номер 461 461 я наношу его до полупрозрачный нужно буду два слоя навести я его наношу не полностью на ноготь не полностью так и вот здесь вот образовался натек я его убираю убираю его на прикольно будет смотреться вот таким образом наношу то есть не до конца сушу в лампе сушу в лампе сушу 30 секунд и далее второй слой этим же оттенком хотя если у нас будет градиент мы можем с вами чтобы он был более плавный все знаете здесь особо плавность не нужно когда мы работаем с оттенками с шиммером потому что шиммер он все равно закрывает все неровности тем более у нас будет стоять дизайн у нас будет стоять надпись особо там не нужна не какая плавность перехода тем более шиммером все это закроет вот уже плотненько цвет лег теперь наносим второй слой этого оттенка и чтобы не было ступеньки берем кисть для градиента и аккуратненько вот так вот просто растаптываем сверху то есть что я делаю я люблю делать градиенты в технике по сухому вот мне так удобнее мне так нравится сушу все с этим оттенком у нас все теперь второй слой можно делать так можно сначала один оттенок нанести вот этот например да вниз поставили на свободный край растянули высушили сверху растянули вот этим оттенком и так два раза повторяем до чтобы была плотность цвета можно сделать по мокрому кому как нравится мне кажется градиент это такая вещь которую мы делаем в удобной для нас техники нужно всегда выбирать для себя неважно дальше чем вы работаете моделирование то вас сейчас идет до или еще что-то дизайн и так далее техники должны для вас быть лично для вас максимально удобными и понятным если техника непонятно не получается может быть просто это не ваша техника нужно попробовать что-то другой кем другим способом выполнить тот или иной этап работы поэтому максимально удобно должно быть далее вот смотрите этот оттенок у нас очень классно дружит с камуфляжем поэтому второй слой я здесь наносить вообще не буду до наношу вот такой вот плотненький слой лака такой плотненький с небольшой горочкой далее я беру линеарную кисть линеарную кисть беру ножичка и и вот выбирая на нее материалы мне нужно поставить под кутикулу до еще плюс в этом вот почему я говорила что камуфляж можно брать тот который будет совпадать с вашим покрытием по цвету смотрите этот совпадает и что у нас получается какой эффект у нас получается эффект такой что при отрастании особой границу будет не видно потому что этот гель-лак он полупрозрачный и он очень классно камуфлирует вот эту границу сейчас даже вижу что камера не передает его оттенок то есть градиент я бы не сказала что он тут ярко выражен но видно что на свободном крае один оттенок а у кутикулы он другой я потом вам сделаю фото в этом очень отчетливо это увидите потому что камера она не иногда не передает тем более оттенки шиммером да все равно цвета могут преломляться так далее у нас следующий этап с вами идет это дизайн легкий быстрый дизайн со слайдерами сейчас очень много различных декораций очень удобных да то есть тут уже есть готовая композиция ничего не нужно нарисовать они объемные и так как они объемные я хочу сделать этот дизайн покрыть его матовым топом вот такой получился градиент видите он плавный и очень классный этот оттенок смотрится именно с камуфляжем который у нас идет цветным очень удачно вышло далее мы берем топ слайдер топ слайдер и наносим его на наш ноготочек тонким слоем люблю это делать тоже отдельной кистью но если у меня декорации очень тонкие так как здесь у нас идет шиммер и он местами может подниматься ну таким быть не слегка неровным поэтому лучше конечно покрыть таким тонким слоем на кистью кистью из флакона не отдельной кистью отдельная кисть у вас еще больше уберет топа слайдер и не выровнять то есть нужно нужно сделать здесь легкое выравнивание и далее мы начинаем ставить декорации так как у меня есть надпись я начинаю с нее она тонкая и плоская объемная декорация всегда нужно ставить верхним слоем то есть нижний слой у нас идет именно то что тоненькая снежинки например какие-то это могут быть но здесь они не нужны у нас здесь блестки блестки они сами по себе если у вас покрытие такое да блестящее они сами по себе очень активные так поставили вот за что не люблю короткие ногти за то что на них на них не установишь нужное количество декораций вот я заготовила 2 но у меня здесь наверное 2 не поместится сейчас вот я посмотрю как будет лучше листьями вниз листьями вверх вот всегда кручу и смотрю как будет декорация смотреться листьями вниз вот мне не очень нравится когда ягода сверху придется какой-то листик подрезать жалко вот короткие ногти вот их минус видите не влазит этот листик к сожалению поэтому мы его берем и подрезаем ножничками подрезали почему сейчас потому что нужно обязательно такие вещи делать до просушки если у вас декор находится под кутикулы вообще около кожи потому что если вы не обрежете будете обрезать потом то у вас вот здесь вот в изгибе будет от слойка материала декорации самой и она не приклеится как следует поэтому оставляем вот так отрезаем и сушим сушить нужно обязательно обязательно для того чтобы остаточное липкость топа слайдера сполимеризовалась с пленкой от слайдера тогда будет крепление максимально прочная слайдер перестанет у вас ездить по поверхности и приклеится как следует обязательно когда работаете с объемными декорациями не отрезайте их очень близко к краю для того чтобы по краям осталась пленочка чтобы у вас приклеилась декорация очень хорошо потому что если пленочки по краям у вас будет очень мало они же объемные до вы не сможете ее найти расположить по ногтю максимально точно то есть она может у вас отойти тоже конечно такое бывает особенно когда они очень объемный бывает что отходит но если сейчас это произойдет вам покажу как это убрать и так пленочку лишнее мы убираем ультра бондом или nail prep мне нравится nail prep это делать но можно и ультра бондом неважно по сути ошибки не будет нет все нормально ничего не отошло почему потому что я все очень хорошо и тщательно приклеила то есть перед просушкой нужно как следует прижать декорации вообще любые неважно объемные не или нет но объемные особенно как следует прижать чтобы у нас ничего нигде не отходило далее так как декорации объемные что мы делаем мы берем небольшое количество топа слайдер про мне большое и отдельной кистью вот так вот закрепляем проходимся обязательно по краям посередине и излишки естественно середины убираем для того чтобы топ не съел объем наших декораций вот аккуратненько проходимся все сушим в лампе и далее мы можем покрывать топом покрыли топом на этом этапе можно остановиться дизайн может быть готов но я люблю усложнять поэтому покажу что еще можно будет сделать тем более что у нас с вами маникюр зимний до снежок конечно же добавить это быстро и дизайн будет смотреться более сложным сделаем это им посты и акриловой пудрой так все готово далее мы берем с вами топ матовый берем матовый топ и покрываем ноготочек топом смотрите верхнюю часть я сейчас не хожу там где нас декорация идет только там где могу кистью свободно пройти я прохожу матовым топом вверх я сейчас не прохожу неважно какой у вас топ матовый глянцевый но контрольное выравнивание вы все равно им делаете делайте обязательно далее что мы делаем мы берем кисточку нашу здесь топа нет сейчас да вот мы берем лишнее количество из декорации и переносим его вот сюда вверх верхнюю часть там где мы кистью не достали и излишки топа мы убираем с наших ягодок так проверяем бог вроде бы все нанесло вроде бы топом везде прошла поверхности выровняла видите выровняла все можно сушить у этого топа нет липкого слоя поэтому можно найти как я на клиентах делаю я сушу его 30 секунд и далее начинаю наносить другие декорации то есть там инпасты это может быть или еще что-то другое стразы если хотите новый год же до многие просят хотя бы где-нибудь там одну строительку поставить вот я 30 секунд сушу и начинаю с другими декорациями работать смотрите как классно смотрится под матовым топом вообще совершенно другой вид добавим чуть-чуть снежка хотя по сути это все уже до видите дизайн смотрится законченным но все таки у нас зима давайте добавим немножко зимы пасту нужно слегка разогреть белый рафинад им паста белый рафинад и прям немножечко немножечко хочется мне добавить снежка чу-чуточку знаете чтобы отельефности такой что ли добавить сюда можно вот сюда вот на ягодку вот так вот прям немножечко нужно вот сюда вот так вот парочку точек все больше не нужно ноготь короткий иначе будет перебор берем акриловую пудру и посыпаем посыпаем акриловой пудрой стараюсь делать это над баночкой чтобы меня лишнее никуда не просыпалась так готова теперь все вместе мы можем досушить полностью и топ тоже течение 1 минуты 1 2 минут то что им паста сохнет у нас все-таки тем более на посыпано она очень плотно на сохнет дольше чем краска обычно чем топ если у вас большая толщина им паста то обязательно сушите не менее двух минут если это точки какие-то и так далее то в принципе 1 минуту будет достаточно то есть если очень маленькая высота практически плоско но им паста нужно сушить подольше для того чтобы она у вас не скололась тем более если лампа не очень мощная то лучше пересушить любом случае итак у нас получается классный дизайн сейчас еще кое-что покажу один секрет со свободным краем так как у нас все-таки лак с шиммером шиммера на кое имеет свойство торчать дает свободный край делается не слегка неровно сейчас покажу как эту проблему решить так кисточкой мягкой убираем излишки пудры излишки пудры беру пилку все равно вот вот проводишь пальцем неровно можно конечно и так оставить все обтачивается там и так далее но вот вы делаете например когда фотографию своей работы дата на фото это будет видно клиент это не увидит это будет видно на фото поэтому лучше всего конечно поправить свободный край после того как вы покрыли топа и наносим маслечко если например у нас матовый топ с липким слоем я сначала покрываю все ногти маслом кутикулу не ногти маслом то я что-то оговорилась про кутикулу масло мажу и потом липкий слой убираю получается у нас с вами вот такой красивый дизайн для маленьких ноготочков моделирования да и дизайн тут как-то ну ладно с этой стороны покажу так сбоку кутикула до дизайн у нас под кутикулу покрытие под кутикулу свободный край ровный градиент видно заметно кстати обратите внимание что вот этот оттенок данку слегка такой зеленоватый и листочки такого же оттенка листочки я как раз развернула на сиреневый оттенок чтобы был такой контраст чтобы было видно итак наш ноготочек готов буду рада вашим отработкам делитесь stories отмечайте меня аккаунт мой как автора аккаунт основной так это зависла буду сохранять эфир так девочки всем спасибо за то что присутствовали за то что были в эфире всем пока